Еще раз добрый день, уважаемые участники нашей конференции. Мы продолжаем работу нашей конференции, начинаем ежедневный цикл открытых лекций. Организатор Комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска постарался привлечь наиболее интересных ученых, которые занимаются исследованием актуальных проблем работы с молодежью. И в качестве анонса, пока все подключаются и в выступлении подключаются наши гости, я хотел бы прононсировать лекции в ближайшиеся в следующем день. Во-первых, завтра в это же время мы начинаем трансляцию лекций «Социальные стратегии молодежи. Ориентиры для молодежной политики», которую прочитает Шаповалова Института, доктор социологических наук, заведующая кафедрой социологии Организации работы с молодежью и институтом Управлении Белгородского государственного национального университета. После завтра, 19 ноября, в это же время, к нам на связи Сорокин Олег Владимирович, кандидат социологических наук, сотрудник Центра социологии и института социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук. Поэтому, коллеги, если у кого-то не будет возможности технической посмотреть лекции по каким-либо причинам, на трех наших площадках в открытых молодежных пространствах организована трансляция всех лекций. В молодежном центре Альтаир на Романово, 23, в Содружество на Кропоттене, 269-1 и в Доме молодежи, в Дорожном районе на Шамсуеве, 47. По завершению лекции, сегодня вечером, в СССР, также запись лекции будет размещена в свободном доступе на портале ТИМО. Сейчас позвольте передать слово нашей первой гости, кандидату психологических наук, доценту, кафедры социальной коммуникации и организации работы с молодежью Московского государственного психолога-педагогического университета Поповой Смолик Светлане Юрьевне, доценту вас. Светлана Юрьевна, добрый день, пожалуйста, вам слово и коллеги. Если в ходе лекции у вас возникают вопросы, вы их можете задавать в чат, но вместе с тем попрошу отключить пока микрофоны, пока Светлана Юрьевна будет рассказывать. Спасибо вам, Светлана Юрьевна. Здравствуйте, уважаемые друзья. Я очень рада присутствовать на 13-й ночно-практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы реализации муниципальной молодежной политики города Новосибирска». Я действительно очень рада, что вообще такой формат существует, что уже 13-й раз проводится такая нужная конференция. Я также провожу конференцию «Молодежная политика в современной России», которую я скажу чуть позже. Но сейчас, конечно, мне хотелось бы сразу определить, ну, надеюсь, насколько я буду вам сегодня полезна. Кроме того, что мы с вами будем общаться в рамках обозначенной темы, но также, когда мы представляемся, это вот мое такое убеждение, когда говорим о каких-то своих достижениях, регалиях, это прежде всего ресурс по отношению к тому человеку, которому ты эту информацию транслируешь. Поэтому, конечно, кроме того, что я кандидат на УК, доцент и представляю Московский государственный психолого-педагогический университет, я могу сказать, что молодежной политикой занимаюсь практически, ну, естественно, с молодых ногтей, что называется, но вот так осознанно, с профессиональной точки зрения, это с первых форумов Селигера, и Московский государственный гуманитарный университет имени Шолохова был таким оператором практически всех программ всего Селигера, а Селигер существовал до 2014 года. И все, что касается, например, социального проектирования, то, что мы готовили, наш авторский коллектив, заявки, форму этих заявок, и то, что сейчас в распоряжении Росмолодежи, вот это первый контакт и такая системная работа была в моей кафедре, которая была создана в 2011 году на базе Московского государственного гуманитарного университета имени Шолохова и называлась «Кафедра социальной технологии и организации работы с молодежью». Могу сказать, что действительно занимаюсь и как практик, и как ученый в сфере государственной и молодежной политики. Сфера моих интересов – это прежде всего молодежь, политическая психология, направление социальной активности личности, в частности молодежи, ну и занимаюсь еще политическим ассессментом и так далее. То есть можно посмотреть по моим работам, если кто-то занимается с научной точки зрения молодежной политикой, я думаю, это будет вам полезно. Если вы в основном здесь люди практики, которые действительно интересуются прикладными моментами, тоже я скажу, где можно взять какие-то методические рекомендации, разработки, которые будут вам полезны в вашей работе. Ну а сегодня тему мы обозначили, и тема звучит как «Ключевые компетенции специалиста в сфере молодежной политики». Я еще добавила от себя, что это будет взгляд психолога. Открываю сейчас нашу презентацию. Скажите, пожалуйста, видна ли она? Видна? Да, презентацию видно. Прекрасно. Итак, ключевые компетенции специалиста в сфере молодежной политики. Вгляд психолога. Прежде всего, в начале любой встречи я обозначаю, о чем пойдет речь. И следующий слайд именно об этом. О чем пойдет речь? Конечно, государственная молодежная политика. Если здесь представлены специалисты, я вижу по программе, что именно такие здесь работники государственной молодежной политики, исследователи, практики, то, конечно, вы понимаете, что такое государственная молодежная политика. Об этом мы с вами буквально в двух словах скажем. Специалист в сфере государственной молодежной политики – такая ключевая фигура по реализации ГМП. Немного в истории вопроса самой специальности, каким образом развивалась во времени и пространстве. И, конечно, подготовка специалиста ГМП. Знаете, когда ты этим занимаешься, и кажется, что все об этом знают, но я достаточно много езжу по стране и ездила, но сейчас слегка ограниченное наше передвижение из-за ковида. Но могу сказать, что для многих людей, которые работают в нашей сфере, не очень понятно, куда они дальше должны развиваться. Поэтому надеюсь, что вектор развития своей карьеры мы здесь тоже с вами можем обозначить. Компетентностная модель, если мы говорим о компетенциях, где и чему учиться. Моя такая любимая рубрика «Вопросы на подумать». То есть мы с вами подвесим так вопросы, и, возможно, сейчас что-то родится, какое-то будет озарение. Возможно, вы впоследствии возьмете себе на вооружение то, что я там обозначила для вас. Это личный бренд специалистов сферы работы с молодежью. И вот родилась у нас такая дорожная карта развития в профессии. Это апробировано было несколько раз на различных форумах. И сейчас последний совсем форум, который был в реальном времени, это с 4 по 10 октября форум состоялся в Северной Осетии, Дигория. Это форум для молодых политологов. И вот как раз-таки мы говорили о том, каким образом могут молодые специалисты, в данном случае политологи, развиваться в своей профессии. То есть это такая практически универсальная карта развития в профессии. Хотелось бы с вами ее обсудить. Некоторые анонсы и, конечно, контакты. Подходит такой режим работы? Есть какие-то дополнения или пожелания? Друзья, принимаем? Ну, вижу, у меня машет головой некоторые коллеги, да, принимаем. Тогда... Можно, пожалуйста, перебить вас, пожалуйста, развивите презентацию в полном объеме. У нее 5 минут. Вот, отлично. Спасибо. Угу. Ну вот, посмотрим, как она загрузится. Прекрасно. Да, извините, спасибо. Да, сейчас посмотрим, вот двигается она у нас. Так, следующий слайд. Итак, немного терминов и истории. Государственная молодежная политика, специалисты в сфере ГМП. Что это за специальность организации работы с молодежью? До сих пор мало кто внятно может объяснить, что это за специальность. Особенно проблемы возникают, когда дети выбирают эту специальность, а родители этих детей всегда, ну, с каким-то скепсисом к этому относятся. Кем ты будешь? Вожатым? Мостовиком, затейником? Это про что? Дальше государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по специальности организации работы с молодежью. Есть квалификационные характеристики должностей работников учреждения и органов по делам молодежи. Это единый тариф на квалификационный справочных работ. И если вы работаете, естественно, понимаете, про что я. Ну, и вот наш любимый, а кем-то нелюбимый компетентностный подход и сами компетенции. То есть кто должен определить наши компетенции, насколько мы соответствуем определенным стандартам, или же мы сами должны понимать, что нам нужно в себе настроить, нарастить, доработать, чтобы мы были конкурентоспособными специалистами. Если мы говорим о государственной молодежной политике, то вы знаете, что определение было дано в основу государственной молодежной политики. Мы активно принимали участие в обсуждении основных положений, формулировок. Были общественные слушания на территории МГУ и в общественной палате. Была создана рабочая группа. И вот в 2014 году, 29 ноября, был принят этот документ. Если вы знаете, то сейчас 11.11.2020, легко запомнить, в первом чтении принят закон о молодежной политике. И фактически предыдущий документ снова ГМПО отменен. И сейчас очень много критики, обсуждения по-прежнему продолжаются состоятельными законами, насколько он описывает нашу сферу, насколько он защищает субъектов молодежной политики и так далее. Но мы с вами сейчас будем говорить о том, что все-таки государственная молодежная политика – это деятельность государства. И деятельность, конечно, Российской Федерации, мы об этом говорим. И здесь должны быть разные меры – и нормативные, и финансово-экономические, и управленческие, естественно, кадровые, обязательно научное осмысление этой сферы. То есть это системная работа. И, конечно, она может реализовываться только в контексте взаимодействия с институтами гражданского общества. Что это за институты, кто может представить гражданское общество? Ну, например, НКО, например, общественные и молодежные организации. Дальше мы говорим с вами о том, что все условия, которые создает государство, для того, чтобы молодежь могла реализоваться. Причем реализоваться на территории своего государства. Почему это необходимо? Ну, банально говорить, что молодежь – это будущее страны. Я думаю, что молодежь – это настоящая страны. И, естественно, нужно понимать, насколько молодежь включена в экономические, политические и так далее процессы. Или же это заигрывание с молодежью. Сейчас очень много было критики по поводу увеличения финансирования молодежных инициатив. Вы знаете, что за последние два года на 2 миллиарда увеличено финансирование грантовой поддержки молодежных проектов. Это тоже, в общем-то, предмет споров и скепсиса, насколько можно все решить с помощью вот таких финансовых поливаний. Ну и, наконец, молодежь развивает и создает условия, конечно, для того, чтобы само государство имело устойчивое социально-экономическое развитие. А также говорят о национальной безопасности страны. Кто те люди, которые будут помогать создавать эти условия? И кто является одним из важнейших субъектов реализации государственной молодежной политики? Я так полагаю, что никто не будет возражать, что это мы с вами, специалисты по работе с молодежью. У нас должна быть определенная профессиональная квалификация. И здесь дальше есть, скажем так, определенное деление на работников федерального, регионального, муниципального, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления. Это могут быть люди, которые заняты в общественной сфере, лидеры общественного мнения, именно с точки зрения молодежных организаций. Я считаю, что это люди, которые помогают осмысливать с точки зрения науки, что происходит в нашей сфере. Но, тем не менее, есть определенные сейчас профессиональные стандарты, принятые не так давно, мы чуть позднее увидим, которые относятся к специалисту сферы работы с молодежью. Работая с молодежью, нужно понимать, что существуют определенные характеристики молодежи. И вы знаете, сейчас тоже, если вы подписаны на канале в Телеграме, очень много таких каналов нужных, понятных. И я вам рекомендую подписаться. Это не только Министерство просвещения, не только Министерство высшего образования и науки, Росмолодежи, АИС. Но это еще и, например, открываю свой Телеграм, гранты и стипендии Generation Z, научно-образовательная политика молодежи России и так далее. То есть, по сути дела, в этих каналах вы можете посмотреть оперативную информацию о том, что происходит в рамках молодежной политики, какие есть проекты, куда нас с вами приглашают и насколько мы вообще понимаем, что происходит в молодежной политике. И вот, характеризуя в одном из частей закон, который сейчас в первом чтении принимается, прежде всего ученые-социологи говорят о том, что увеличивая возраст молодежи до 35 лет, тем самым идет, скажем так, государство способствует инфантилизации современной молодежи. Это действительно вопрос спорный, но могу сказать, что моя точка зрения, еще когда было обсуждение в 2014 году основы государственной молодежной политики, могу сказать, что я как раз отношусь к тем людям, которые против увеличения возраста. И скажу почему. Когда мы говорим о определенном контексте, когда человек может реализоваться, мы и сравниваем разные, например, исторические отрезки, то когда человек лучше развивается, быстрее, эффективнее, тогда, когда у него есть некий дефицит этих условий или когда для него абсолютно все условия созданы. В психологии есть такое понятие, что мы развиваемся на сопротивление, на сопротивление обстоятельствам, на сопротивление развития собственной личности и так далее. Поэтому, говоря о молодежи, вы, естественно, понимаете, что с точки зрения возрастной психологии, с точки зрения того, что определено возраст молодежи с 14 до 30, а сейчас до 35, если дальше примут, то получается, что это абсолютно разные и поколения, и абсолютно разные психологические характеристики. Но мы можем обобщить и сказать следующее, что молодежь, являясь такой очень активной частью общества, нуждается в такой же активной социальной политике со стороны государства и самого общества. И получается, как всегда, перед молодым поколением стоят две задачи. С одной стороны, то, что связано с новыми компетенциями, с новыми вызовами конкретного исторического момента, но также мы с вами понимаем, что они каким-то образом должны сохранить традиционные ценности и примирить то, что было до их поколения, и то, что будет связано с их поколением, а дальше, соответственно, они тоже двигаются дальше, и им на смену приходят следующие. То есть в любом случае молодая такая поросль, как говорится, должна быть пассионариями. Если вы хотите побольше посмотреть и почитать о пассионариях, то рекомендую Льва Бумилева от Руси к России, когда он как раз говорит о развитии цивилизации, о том, что были целые народы-пассионари, которые понимали, что очень сложно жить и существовать на новом месте, но они все равно шли вперед, осваивали новые территории и были вот такими пассионариями. На мой взгляд, это как раз-таки про молодежь. И вот у меня есть исследование молодежной организации как субъект политики, опубликовано в журнале «Русская политология» номер один за 2020 год. И это журнал, такой полностью посвященный молодежной политике, выпускающий ответственный редактор, мой друг и коллега, доктор политических наук, доцент факультета политологии Московского государственного университета имени Ломоносова. И вот как раз-таки мы делали ряд исследований. Это о новой молодой политической элите и делали исследования о том, как молодежные организации, являясь субъектом политики, выглядит вообще в глазах молодежи. То есть насколько молодежь-то их использует в качестве ресурса. То есть мы с вами понимаем, что часть молодежи – это активный такой игрок на политической арене, на экономической, социальной, любой. Но в то же самое время есть совершенно другая молодежь, и мы с вами можем большими мазками обозначить, что это прежде всего, конечно, социально активная молодежь, и это одна из тем, которые меня очень интересуют. Есть ряд работ, исследований по социально активной молодежи. И, конечно, асоциальная или пассивная молодежь, которая тоже существует. И что интересно, это не обязательно молодежь, которая с протестным поведением. Это молодежь, которая, в общем-то, гидронистически настроена, когда мы говорим о том, что нужно удовлетворить свои потребности, они самые разные, они интеллектуального характера, они достаточно достойные. Но в этом смысле, знаете, вещь в себе, когда все в дом, все в семью, но вот раскрываться и транслировать это вовне не всегда не то, что получается, а потребностей. Так вот, если мы говорим с вами о таком моменте, как история вопроса, то нужно сказать о том, что специальность организации работы с молодежью была введена именно в порядке эксперимента Министерства образования и науки Российской Федерации и как междисциплинарная специальность. Надо сказать, что тоже были споры, куда отнести, какой укропненной группе, или это будет социология, или это будет педагогика, вот больше вот между этими направлениями шел спор. Но, как мы говорим, мы шутим, победили социологи, и специалист в сфере работы с молодежью, сама подготовка сокращенно называется ОРМ, организация работы с молодежью, была отнесена к укропненной группе социологии. И здесь прежде всего нужны были специалисты, которые, опять-таки, не про то, чтобы только воспитывать или организовать какие-то мероприятия, то есть какие-то события. Это прежде всего еще и про управление данной сферой. Знаете, вот монография, которую я вам еще буду рассказывать, «Государственная молодежная политика». В прошлом году мы ее подготовили и издали. Прямо отдельный проект получился, я вам подробно расскажу. И один из наших авторов, Чуев Сергей Владимирович, кандидат исторических наук, он был заместителем руководителя Росмолодежи, там он в 12-14-е годы, и он такой известный политолог, и он в нашей монографии говорит и рассуждает о том, это сфера или отрасль, почему это так остро стоит, то есть насколько наполняемой специалистами будет этой отрасль или сфера. И вот смотрите, в 2005 году, то есть не так давно, по большому счету, разработан и утвержден Министерством образования и науки государственный образовательный стандарт, то есть чтобы вузы могли готовить специалистов в сфере работы с молодежью по специальности или по направлению подготовки организации работы с молодежью. Запомнили, да, 2005. 2008. Концепция развития кадрового потенциала молодежной политики в Российской Федерации. Далее в этом же году квалификационные характеристики утверждены. Это как раз таки в той самой сфере, чтобы можно было понимать, как в реальной жизни специалист по работе с молодежью будет действовать. В 2009-2010 годы это ВОЗ, это Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования третьего поколения. Каких уровней? То есть это связано как раз таки с переходом на двухуровневую систему образования, когда мы говорим, что готовят бакалавровки и магистров. И вот, пожалуйста, ввели эти стандарты по подготовке направления организации работы с молодежью, потому что мы перешли на баланские процессы. А теперь смотрите, в 2020-е годы утвержден профессиональный стандарт специалист по работе с молодежью. Смотрите, в начало этой рамочки, этого текста, 2005-й, это стандарт высшего профессионального образования, начали готовить специалисты. И дальше они, выпускаясь, идут в открытое пространство, начинают работать на земле, как мы говорим. А профстандарты утверждены только сейчас. Тоже очень много было критики, и критика продолжается. Но, тем не менее, главное, что эти стандарты есть, и дальше можно уже с ними работать, уже можно их корректировать и так далее. Двухуровневая система образования по баллонскому процессу выглядит вот так. Кто знает это прекрасно, и представляет образовательные учреждения, тогда вы просто повторите это, обращая на это ваше внимание. А вот кто хотел бы развиваться в профессии, а главное, у кого нет базового образования, а вопрос стандартов, вы посмотрите внимательно, на каких позициях, с каким образованием специалист сферы работы с молодежью может работать, то вот мы с вами можем посмотреть вот по этим шифрам стандарты профессиональной подготовки, когда мы с вами особенно говорим о компетенциях. И вот профессиональная подготовка по направлению 39.03.03 это уровень бакаллариата, 4 года. Есть очная форма, есть заочная, в нашем университете есть это направление, факультет социальная коммуникация и кафедра выпускающая, которая называется социальная коммуникация и организация работы с молодежью. Бюджетные места есть в том числе, поэтому кто заинтересован в продолжении своего обучения, то есть совершенно взрослые ребята, которые на бакалавриат приходят, то, пожалуйста, вас всегда ждем. Уверена, что у вас есть очень хороший уровень в вашем университете по подготовке специалистов в сфере работы с молодежью, коллеги очень сильные, поэтому, конечно, вы можете выбрать. Дальше профессиональная подготовка по направлению 39.04.03 организация работы с молодежью, вы видите, это уровень магистратуры. Я пишу 2 года, это очная форма, есть заочная. И вот получается специалист по работе с молодежью. И очень часто спрашивают, если у меня нет бакалавриата по организации работы с молодежью, то как раз есть возможность поступать на магистрскую программу организации работы с молодежью с любым базовым образованием и получать уже вот эту специализацию. И вы можете действительно работать уже на полном основании даже с такой поддержкой с точки зрения полученной магистрской степени. И вот компетенциальная модель выпускника, которая существует по стандартам, это документ, который отражает самопытность планируемых результатов, освоение образовательных программ. Это так он обозначается. И здесь, опять-таки, чтобы не перечислять некомпетенции, которые там прописаны, кого эта тема заинтересует, вот шифры даны, вы можете посмотреть стандарты именно образовательного характера, который вы будете получать в вузах, и вы можете сравнить с теми компетенциями, которые требуются сейчас по профстандартам. Более того, скажу сейчас, маленький секрет открываю, мы готовим, это Институт молодежной политики, готовит такое тестирование по компетенциям, именно по работе сферы государственной молодежной политики. И вы можете тоже впоследствии себя протестировать и посмотреть, насколько у вас представлены эти компетенции, и вообще соответствуйте ли вы тем профстандартам, которые сейчас уже обозначено государство. Когда это будет сделано, мне кажется, это будет в декабре, но в любом случае мои контакты останутся, кому будет интересно, я могу потом способствовать тому, чтобы вы прошли это тестирование. И вы видите, что здесь предлагается перечень универсальных компетенций, есть общепрофессиональные компетенции, есть профессиональные компетенции, и, соответственно, они все расписаны. И когда мы говорим о бакалавриате или когда мы говорим о каком-то предмете, который будущий выпускник осваивает, там есть этот набор компетенций, самые разные, какие вот здесь написаны по основным блокам. Существуют индикаторы достижения этих компетенций, то есть когда человек проходит определенное обучение и есть момент контроля, когда он сдает экзамен, зачет, и можно замерить, освоил ли эти компетенции или нет. Также вот по этим дисциплинам, как я уже сказала, и по практикам, которые существуют в вузах всегда. Другое дело, что где-то организуют эту практику, где-то она формальная, но это уже зависит, конечно, от самого учреждения. И вот сейчас я хотела бы прям такой небольшой кейс вам предложить. Это авторская программа повышения квалификации, которая называется «Реализация государственной молодежной политики в Российской Федерации стратегии технологии». И вы видите, что здесь как раз таки используются общепрофессиональные и профессиональные компетенции, которые соответствуют образовательным стандартам, причем как бакалавриата, так и магистратуры. И дальше будет чуть подробнее об этой программе, но пока обращаю ваше внимание на компетенции, которые мы с моей коллегой и соавтором Еленой Викторовной Прониной, кандидатом психологических наук, заведующей кафедрой общей и педагогической психологии Владимирского государственного университета имени Столетовых сделали. То есть вот это те компетенции, которые мы считаем необходимо в себе проверить. Если ты работаешь с молодежью в нашей сфере, есть это у тебя или нет. Готовность и способность к непрерывному профессиональному саморазвитию и совершенствованию в течение всей жизни. Но здесь один нюанс. Ведь работая в нашей сфере и обучая, прежде всего, специалистов в сфере работы с молодежью уже то, что называется в течение жизни или то, что называется постдипломное образование, например, в рамках совершенно потрясающего проекта «Голос поколения» это проект, который был организован в мастерской управления Сенеж совместно с Федеральным агентством по делам молодежи. Это все под патронатом администрации президента. И мы делали ряд программ, я принимала участие как разработчик этих программ, как ведущий таких-то блоков. И могу сказать, что есть очень, извините за сленг, продвинутые специалисты, они действительно вот знаете, на стриге своей профессии живут. А есть те, которые вот понятно, что они здесь просто отбывают какое-то время, может быть, рассматривают это как трамплин своему дальнейшему профессиональному росту, но они не очень-то понимают даже специфику управления нашей сферы. Поэтому вот это непрерывное профессиональное саморазвитие, и знаете, это абсолютная такая вот потребность в этом. Это как компетенция, которую, я считаю, прямо необходимо обозначить в наших специалистах. Дальше способность планировать и организовывать работу в молодежных сообществах. Когда на «Голосе поколения» мы проводили исследование и результаты будут опубликованы, исследование было связано с тем, чтобы коллеги на местах померили то, что мы померили, мы так это называем, и обозначили такой небольшой портрет своей молодежи, своего региона, затем локации, в которых молодежь находится, и еще практики, те практики успешные, которые считают наши специалисты, что у них в регионах есть. И был очень серьезный такой спор, что вот какие локации, ну понятно, это дома молодежи, творчество, это какие-то клубы и прочее, но мы имеем в виду, что существуют такие локации, там как раз из Питера коллеги очень серьезное такое исследование представили, когда они несколько лет, лет пять назад стали уже фиксировать, что молодежь собирается в торговых центрах, и впоследствии стали предлагать в торговых центрах какие-то создания каких-то комьюнити именно для молодежи. Что это такое, они еще не очень тогда представляли, но понимали, что они должны быть там, где молодежь, а не тащить молодежь в какие-то социальные центры. Я не отрицаю, что должны быть эти центры, это другой вопрос, что мы должны понимать, что происходит вне таких местах, где молодежь даже формально организована. Следующая компетенция, которую нужно обозначить, это способность взаимодействия с различными социальными структурами. Причем здесь такая единая должна быть политика по вопросам выработки реализации молодежной политики. И в данном случае тоже работая в разных регионах, я понимаю, что иногда вообще нет такой коммуникации, все делают вроде бы одно дело, но какие-то или личные моменты, или какие-то традиции сложились, что в общем-то субъект работы один, а вот как раз таки работают не объединив свои усилия. Поэтому вот эта коммуникация с различными социальными структурами и институтами общества это дорогого стоит. Вы знаете, что сейчас активно развиваются всевозможные губернаторские фонды, фонды поддержки социально ориентированных НКО, и вот являясь экспертом конкурса грантов мэра Москвы, я могу сказать, что за последние годы прям очень серьезно выросла и финансовая поддержка, и кадровая поддержка, и любая другая именно социально ориентированных НКО города Москвы. И когда мы делаем экспертизу этих проектов, вы знаете, ну, конечно, иногда такое чувство потрясения, как люди работают. И когда власть привлекает такие НКО в решении своих задач, перераспределяет обязанности, когда это уже такое системное, мощное партнерство, понятно, что это тоже связано с конкретными компетенциями конкретных специалистов. Ну, и, конечно, способность участвовать в разработке и внедрении проектов и программ, которые касаются детей, подростков, молодежи, которые касаются нашей целевой аудитории. То есть, во-первых, конечно, это проектное мышление. Очень немногие, кто может его продемонстрировать. Это не только знание социального проектирования, умение оценить заявки, но это, в принципе, проектное мышление для того, чтобы понимать, как можно вообще строить взаимодействие с молодежью и рассматривать как проект и помогать молодому человеку свою жизнь оценивать как серьезный проект, над которым нужно работать, чтобы он стал успешным. И вот, в качестве тоже примера я транслирую для вас буквально набросок нашей программы. Она успешно была реализована в Заколевской области. Прежде всего, это был запрос Министерства спорта и молодежной политики, тогда так и не называлась Сахалинская область. И было очень приятно смотреть, как мы сформировали с моими коллегами потребность такой подготовки. Сначала это были форумы острова. Вы знаете, сейчас этот форум жив и недавно прошел очень-очень успешно. Но в 2013 году, когда только практически эта история начиналась, вроде бы только для ребят, но КДМщики, тогда вот так мы их называли, они привозили своих ребят и больше ничего с ними не делали. И потом придумали программу для них, потом они стали показывать свои мастер-классы, свои, делали модули. И получилось потом уже делать совещание при министре с повышением квалификации и трансляции их опыта, а не только какие-то отчеты были тогда. То есть, делали такие сетевые, форумные компании и так далее. Дальше тоже эта программа была реализована по заказу департамента молодежной политики Свердловской области, в частности, в Екатеринбурге. И затем Иркутская область, то есть программа действительно очень серьезно была обкатана. И да, обучали специалисты сфер работы с молодежью, представители фактически всех муниципальных округов или просто муниципалитетов. Могу сказать следующее, что вот эти модули, которые вы видите на слайде, это то, что было очень востребовано, и мы сначала делали такой срез потребностей наших коллег с тем, чтобы предложить им конкретно в качестве обучения и приобретения определенных наук. Было очень востребовано, и сейчас это востребовано, социальное проектирование, и сейчас очень много экспертов в этой сфере, какие-то действительно очень мощные эксперты, кто-то, я бы сказала, пока еще недостаточно высокой квалификации, но тем не менее это тот социальный, я бы сказала, такой тренд, который нужно поддерживать, и который необходимо сейчас нам популяризировать, то есть социальное проектирование это вообще как подход в реализации ГМП. Дальше следующий модуль это технология работы с молодежью, потому что могу сказать, что работая в данной сфере, меня всегда интересовала вопрос К, то есть, например, получив сначала историческое, а потом психологическое образование, у меня была психологическая служба высшей школы, в московском институте стали сплавы, и знаете, очень часто мои же коллеги психологи обращались с просьбой проконсультировать кого-либо и порекомендовать, что же дальше делать, и я удивлялась, ну понятно, что я только выпустилась, и тут психологическая служба, которую мы сами сделали, и я удивлялась, почему вы сами не консультируете, и вот эта вот разница между теоретическими знаниями и вопросом, а как дальше, ты диагноз поставил, ты сделал, не знаю, там психологический портрет, что дальше делать, то есть меня всегда заинтересовали технологии, и поэтому впоследствии диссертацию я делала на эту тему, и книга 2015 года «Опыт работы моей кафедры», именно этому и посвящена технологии работы с молодежью. Чуть позже я покажу, как выглядит эта книга, и если будет запрос у вас, то в качестве такого подарка от себя сделаю подарок электронной версии, потому что на бумажном носителе, ну и сейчас это менее актуально, и уже невозможные книги все на руках. И дальше следующий модуль это специалист сферы государственной молодежной политики. Но обращаю ваше внимание, в каком контексте мы смотрели, и рассматриваю я сейчас уже дальше именно вот так. Личный бренд, личный бренд специалиста, и очень часто мы сталкиваемся с тем, что на специалистах сферы работы с молодежью в муниципалитетах, маленьких поселках, городах и так далее огромная нагрузка, и он делает абсолютно там работу за целый отдел, и часто говорит о том, что до нас вообще или не ценят, или ну что мы там в муниципе. Личный бренд любого специалиста, и конечно бренд территории, но здесь еще можно добавить бренд организации, которую вы представляете. То есть вот можно посмотреть, как мы развивались в том, чтобы понять, какие компетенции не только обозначены образовательным стандартом, не только которые сейчас обозначены как профстандарты, но вообще это про нас с вами, а мы сейчас понимаем, что не получится быть узким специалистом, я имею в виду только там юристом, только, не знаю, там каким-нибудь лингвистом, да, и так далее. Это всегда некая синергия, особенно сейчас, когда мы понимаем, что вызовы времени колоссальны. И вот сейчас вопрос на подумать, то, о чем я вам говорила, моя любимая рубрика, это прежде всего вопрос соцспециалисты в сфере государственной молодежной политики. И здесь вы видите, что есть центральный такой круг здесь, сектора, то, что характеризует специалиста государственной молодежной политики, и то, что можно расшифровать с точки зрения каких-то своих собственных ощущений себя в профессии. я бы начала все-таки с ценностных ориентаций, то есть это то, что наиболее важно для человека. Коллеги, обращали внимание, как вы обозначаете свой-чужой, то есть вот это ваши люди, это не ваши люди. На мой взгляд, это все-таки все зиждется на ценностях, то есть общие ценности свой, ценность какая-то другая, может быть не чужой, но он другой. И вот здесь совершенно точно мы принимаем во внимание, что это очень влияет на нашу организационную культуру. Даже когда мы создаем, мы сейчас очень активно работаем на создание нашего профессионального сообщества, и голос поколения это показал, как нам необходимо объединяться, и вы знаете, когда сейчас уже три модуля было реализовано, а потом в связи с пандемией приостановился проект, сейчас он снова будет возобновлен, будет четвертый модуль в режиме онлайн, потом все-таки мы надеемся, что может быть весной мы выйдем уже в режим реального времени, но это не просто собрать, ну министров собрали всех 85 субъектов Российской Федерации министров молодежной политики, дальше руководители ресурсных центров приехали, дальше социально ориентированные представители от бизнеса общества, и по сути дела мы понимаем, как даже люди притирались, как по-разному они делают акценты на реализации государственной молодежной политики, и как сейчас приходят потрясающие отзывы, или говорят о том, что вот делают какой-то проект, подключили тех, тех, тех специалистов, подключили коллег, сделали сетевые проекты, как они усилились тем, что не просто знали, что понятно, в каждом субъекте есть министр, есть определенные структуры, они усилились тем, что понимают, что даже выбирая из своих коллег, те, кто с ними близок по этим ценностям ориентации, поэтому для меня ценности как основа деятельности совершенно необходимы, дальше давайте посмотрим личную миссию, есть ли вообще личная миссия у каждого из нас, и прежде всего специалисты сферы работы с молодежью. Мои исследования просто показали, что только у одной третьей есть что-то похожее, что-то кто-то на эту тему размышлял. У меня есть курс для РАПХИКС, я делала, потом мы вместе с Антонией Владимировной Селезневой, которая говорила, делаем такие исследования по политическому рекрутингу молодых лидеров в политике, и работали с множеством наших политических партий, и вот как раз-таки в разрезе конструируем личный бренд, то есть это отдельный такой большой курс, мы говорим о вот этой миссии, и миссии партии, миссии конкретного человека, миссии как бы сотрудников той или иной организации. И вот здесь получается, что это такая конституция, которая выражает стратегическое видение своей деятельности. Но могу сказать, что у специалистов в сфере работы с молодежью у немногих есть такие стратегические цели полагания. И я понимаю, что время, как мы говорим, эфир забивается какой-то такой повседневной рутинной деятельностью, но если не подниматься над этой рутиной, не планировать свою деятельность, а значит деятельность своей организации, то ты будешь только исполнительным. И вот здесь вот про то, какая миссия у тебя в профессии и вообще по жизни. Если мы возьмем миссию, вот я привожу пример в этом курсе о миссии, например, тот Джоуэл Дисней, он писал, что я просто хочу делать людей счастливыми. Казалось бы, делать мультики, причем здесь счастье. Борис Акунин писал о том, что у меня получается писать истории, и слов я создаю тексты, которые развлекают людей. Ну вот буду развлекать людей. И вы знаете, что это и романы, это и исторического характера, литература и так далее. То есть вот какая ваша стратегия, ваша профессия. Дальше надо говорить о том, что личная миссия определяет и то положение, в котором в настоящий момент человек находится, то есть чего он хочет достичь в будущем. То есть для меня это неформальный разговор о том, что мы с вами должны соответствовать каким-то компетенциям, которые прописаны в стандартах. Да, мы их должны знать, но здесь гораздо шире я вам предлагаю мыслить, потому что это про человека в профессии и насколько человек будет вообще счастливым по жизни, потому что мы очень много времени проводим на работе, а то, что касается сферы молодежной политики, ну не жить тут нельзя. И следовательно, это наша жизнь и как она нам нравится. Социальные характеристики это статус. Статус той должности, которую вы сейчас занимаетесь. Очень часто специалисты сферы работы с молодежью жалуются на тот статус, который у них есть. И мне кажется, что это опять-таки зависит от конкретного человека. Я вам тоже еще один кейс предложу, такую историю, когда, ну постараюсь без подробностей, но смысл в том, что когда вы куда-то приходите, вспоминайте, вы пришли в школу, вы маленький школьник, там начальная школа, или вы перешли из одной школы в другую, например, потому что это школа, не знаю, математическая, лингвистическая, и дальше вы начинаете адаптироваться. И вот вопрос, или вы задаете стандарты, и к вам люди подтягиваются, или вы пришли и под кого-то начинаете подстраиваться. Это же просто жизненная и личностная стратегия, а не обязательно это связано с конкретной профессией. Но среди молодежи, если вы не являетесь центром притяжения, то вы, если не лузеры, то вы люди, которые вряд ли можете заниматься полноценно молодежной политикой. В любом случае, это с позиции очень многих ребят. Поэтому здесь нужно самооценить то, чем ты занимаешься, как ты развиваешься в профессии. И у нас есть такой, это не научный термин, но мы между собой часто говорим, у нас такой тест на молодежность, такая компетенция, насколько ты молодежен, насколько ты знаешь слен, насколько ты знаешь музыку, которую слушают ребята. И когда, например, ты читаешь какие-то переписки, которые, например, публикуют в открытой сети, иногда вообще ничего не понятно. Берешь словарик, составляешь, да, и спрашиваешь, что это значит. И в прошлом году Институт молодежной политики сделал такой тест, по сленгу он совершенно такой шутливый, но это опять-таки понимаешь, что молодежь или нет. И вот по сленгу сделали этот тест. Тоже будет интересно, мы можем у коллег попросить ссылочку и посмотреть, как это работает. Дальше, происхождение, личное состояние, да, это тоже относится к социальным характеристикам. Меня очень интересуют модели ролевого поведения. работая с российскими железными дорогами, еще начиная в 2005 году, мы делали форумы, которые, они сейчас существуют, мы тогда делали такой командой, потом РЖДшники сделали свой Центр молодежной политики, по-моему, Центр молодежной политики он называется, и продолжили делать эти форумы, золотое звено и так далее. привлекали молодых ребят для решения каких-то проблем в своей организации. И мы командой делали следующие программы по социальному проектированию, вообще по проектированию. Ребята свои идеи оформляли, потом представляли высшему руководству и обязательно доказывали, сколько они экономят денег в своей компании. Потом действительно был для многих очень хороший такой социальный лист. И вот РЖДшники тогда, когда говорили о безопасности организации, то есть культура безопасности в РЖД вообще это прям один из базовых вопросов, то вдруг меня попросили подготовить такой большой мастер-класс с элементами тренинга о противостоянии манипуляциям. То есть они это стали рассматривать как позицию безопасности самого человека в профессии. И очень много было действительно интересно, я совершенно была захвачена этой подготовкой, тем более, что на других форумах у меня похоже что-то было, но это прям вот под конкретной целевой аудиторией. И мы потом вышли на момент ролевого поведения, кто какую модель занимает и в реальной жизни, и в профессии. И вот если это вам тема интересна, посмотрите треугольник Карпмана, где есть позиции ты жертва, ты начальник, какой-то можно сказать угнетатель, от тебя идет некая угроза, и есть позиция спасателя, и вот модель ролевого поведения, конечно, мы можем и другие роли рассмотреть, какую занимает специалист сфера работы с молодежью. И, конечно, еще один пункт по социальным характеристикам, для меня чрезвычайно важен, это связь с различными социальными группами. Чаще всего мы представляем, кто является нашим социальным партнером, мы понимаем даже интересы этих людей, и с ними по общим интересам начинаем кооперироваться, но очень важно знать своих таких тайных врагов, кто действительно будет сопротивляться, и, конечно, просто оппонент. И здесь из оппонентов сделать своих, знаете, кто критикует, они очень серьезно могут нас продвигать, и вот не обижаться на таких людей, а понять, почему, причины этой критики и, опять-таки, сделать их источниками своего дальнейшего движения. Ну и, наконец, персональные характеристики, понятно, что физические, психофизиологические, это природа, это родители, но, тем не менее, характер, тип личности мы корректируем, мы развиваем себя, мы подстраиваем свое поведение под заданные нормативы, и здесь очень важный стиль принятия решений, насколько этот стиль принятия решения, он самостоятельный, аргументированный и обоснованный, и здесь, опять-таки, будет речь идти про ответственность и про смелость, потому что, кто тоже интересуется этой темой, посмотрите открытую лекцию Дмитрия Алексеевича Леонтьева, профессора, доктора психологических наук, у него прекрасные работы психология, выбора, и меня потрясла его лекция открыта в Московском институте психоанализа об ответственности и вариантов ответственности, и как это сопряжено со свободой, то есть вот абсолютно получается, это свободная личность может принять ответственность, если человек вот загнан в какие-то рамки, и он себя ощущает, что он просто человек-функция, то, конечно, мне кажется, для нашей сферы это не подойдет. Вот такая схема, которую мы обсуждали с коллегами в разных регионах, на разных форумах, и действительно, иногда это становилось такой отдельной площадкой для того, чтобы мы могли не просто подискутировать, а создать для себя определенные шаги действия развития в нашей профессии. Когда мы говорим о видах имиджа специалиста сферы работы с молодежью, помните, в самом начале я говорила о том, что очень важно создать свой собственный бренд, бренд-профессии, как мы позиционируем себя в среде. Здесь, вот видите, есть две среды, внутренняя и внешняя. И, опять-таки, возвращаясь к голосу поколения, могу сказать, что вот внутри собрались специалисты сферы работы с молодежью, управленцы, и мы действительно обсуждали насущные проблемы, мы делились тем, как мы решаем определенные поставленные задачи. И здесь, так как были представлены руководители организации, они говорили о своих сотрудниках, подчиненных, что это за люди и так далее. И вы знаете, очень было интересно смотреть, так как это получалось маленькая команда из трех человек. Не буду говорить регион, но вот руководитель, министр молодежной политики из одного региона, знаете, это человек, который абсолютно всегда говорил, что она прекрасно работает, у нее все чудесно получается, но вот ее сотрудники это абсолютно, и дальше она достаточно резко была в определении. И получается, что, ну вот, все уроды, грубо говоря, она Д'Артаньян. И, во-первых, это было, конечно, некорректно, и мы здесь с вами говорим, а ее-то имидж в среде собственных сотрудников тогда какой, и какой она имидж сейчас транслирует для своих коллег с других регионов. То есть, ну вот, действительно, это очень было некорректно, это было, я думаю, недальновидно, но вот такие, скажем, модели встречаются. И, опять-таки, если мы обеспокоены тем, когда мы выходим вот на федеральный уровень, я думаю, важно, чтобы сказали, а вот в Новосибирске делают вот так, и это будут связывать с конкретным человеком. Вот я, например, теперь буду вот про вас рассказывать, рассказывать про конференцию. Мне, я благодарю, прислали программу, я вижу, кто вообще здесь задействован, какие муниципальные образования, представленные, ну просто огромное количество людей, которые предоставляют и свои площадки, и предоставляют специалистов, и здесь дискуссионные площадки. Это прежде всего, если вот эта потребность, ну, как говорится, снизу инициирована, можно говорить, что а вот в Новосибирске и дальше идет характеристика по вашей конференции, которая аккумулирует опыт, и да, вы приглашаете специалистов со стороны системы, чтобы, да, себя развивать, не знаю, наоборот, может быть, сверить на какие-то моменты по той деятельности, которой мы с вами вместе занимаемся, но это нужно закреплять, это нужно всячески продвигать в сети и делать именно брендом. Знаете, был тоже такой, ну, такой случай, моя коллега приехала с одного региона, привезла там нам коробочки конфет, подарила и сказала, что, ну, вот там была картинка этого города, и говорит, ну, вот конфет хороший, что еще привезти, я не знаю, вообще не знаю, что происходит в этом регионе. И вы знаете, когда мы даже со студентами делали такое упражнение, когда брали самые разные регионы, вот с чем у вас ассоциируются, я уже говорила про Сахалин, ну, с чем у вас ассоциируется Сахалин, вы можете сейчас слово говорить, потом время оставили на вопрос и думать, порассуждаем. И дальше, да, кто-то говорит, что это остров, очень редко говорят, что это Чехов, в основном, что это икра, рыба, ну, вот как и некоторые острова, мы их там назову, да, то есть вот, а конкретные люди, вот здесь у меня нету этого слайда, но я вам скажу, когда мы говорим о имидже самого, самой организации и территории, вот это нужно, такая аффилиация с одной стороны должна быть с территории, а с другой стороны это должны быть события, это должны быть люди, это должны быть конкретные места. И вот когда идет эта ошибка, то есть одна составляющая будет вытягивать другое. И в сфере молодежной политики ведь есть рейтинг, да, успешности реализации государственной молодежной политики, и уже все знают и говорят о том, что в Татарстане и дальше говорят и конкретных людей, и конкретные практики и так далее. Если мы говорим о какой-то крупной конференции, мы можем назвать Санкт-Петербург и так далее, мы называем. То есть, на мой взгляд, сейчас каждый регион должен, тоже извините за такой молодежный наш сленг, это прежде всего заморочиться, что нужно делать такого, чтобы конкретный руководитель, он, с ним была ассоциация не потому, что он сейчас возглавляет отрасль в регионе, а в принципе, потому что он еще крутой специалист, и где бы он ни был, он все равно будет этим крутым специалистом. Если мы говорим о, например, собственном имидже, то тоже, начиная хотя бы со своей организации, а потом со своего города и региона, чтобы все знали вашу фамилию и что вы умеете делать точечно то-то, то-то и то-то. И, естественно, у вас много другого функционала, но здесь я очень люблю говорить и запомните, пожалуйста, вас тоже прошу, эту формулировку. Это интеллектуальная капитализация, то, что делаете вы. Если вам кажется, что это ерунда и так делают все, то уверена, что вы себя недооцениваете, потому что интеллектуальная капитализация того небольшого опыта, который у вас есть, он для многих станет просто таким, знаете, своеобразным, ну, методическим каким-то путем реализации того или иного, той или иной задачи, которая обозначена государством в сфере молодежной политики. И в данном случае, вот опять-таки возвращаясь к этому слайду, вы видите, внешняя среда и внутренняя среда, и нужно очень серьезно формировать внешний имидж именно нашего специалиста в сфере работы с молодежью, создавать общественное мнение, что эта отрасль очень сильная, и, конечно, здесь должны работать специалисты, ну, понятно, что имиджмейкеры, рекламщики и так далее. И, например, тоже была такая ситуация, не скажу регион, не буду никого позорить, пригласили губернатора на совещание, где будут подведены итоги по реализации государственной молодежной политики, и пригласили меня как эксперта из Росмолодежи, нам не просто не дали слова, а про молодежную политику было, я засекала 4,5 минуты сказано. Дальше что-то про спорт очень долго и еще про какие-то сферы, но вообще ничего не поняли. То есть было понятно, что вообще молодежка это по остаточному принципу. То есть в данном случае мы с вами уже вот даже, ну, вот я же транслирую, я не называю, конечно, этот субъект, но это уже понятно, что никакой имиджа составляющих здесь нет, и молодежка не серьезна для такого руководителя. А вот сейчас вам подарок от меня, от наших коллег, когда мы разрабатывали прежде всего такое понимание, как можно развиваться в профессии. Тема сегодняшняя наша это компетенции. Вот компетенции вы можете взять из профстандарта, вы можете пройти тестирование, насколько вы соответствуете этим компетенциям, вы можете, если дальше будете развиваться в профессии, у вас нет базового образования, поступать на направлении организации работы с молодежью, но прежде всего вы видите, что у каждого есть свой путь в профессии. Если вы себя позиционируете как управленец, это для вас. Если вы любите создавать мероприятия, это для вас. Если вы думаете, что вы сейчас уйдете из сферы молодежной политики, пойдете в другую отрасль бизнесовую, это для вас. То есть она у нас получилась такая универсальная, мы ее опробировали, и сейчас я уже сказала вам, что мы описываем ее с точки зрения науки, то, что я вам говорю о интеллектуальной, научной капитализации, и уже будем отдавать в журнал ВАГ. Но я хотела бы поделиться и пояснить, почему мы считаем, что это такая дорожная карта развития в профессии. Прежде всего, вот тоже такое упражнение, если бы у нас было больше времени, вы могли бы его сделать, но делайте сейчас вместе со мной, и время у нас останется, я надеюсь, что у нас получится с вами какие-то моменты обсудить. И говоря про наставника, я всегда прошу своих коллег, своих слушателей взять листочек и написать имена людей, которые может быть, даже не знали, что они были для вас наставниками или являются. И вы запишите этих людей, заодно поблагодарите хотя бы про себя, что эти люди в вашей жизни были или есть. То есть, почему эти люди задают определенный образец? Образец поведения, образец сообщения, отношения к жизни, к чему угодно. И вот этот наставник, он у вас есть. Если мы говорим о профессии, нужно выбрать этого наставника, человек, который, на ваш взгляд, является каким-то лоцманом в определенной профессии. Посмотрите, как тема наставничества сейчас хорошо зашла вообще в любой профессиональный сообщество. Лидеры России, институт наставничества, пожалуйста. Если мы отмотаем время назад, например, мне кажется, это был 2014 год, проект запускался, резерв 2014, это президентский резерв, и мы делали диагностику, как мы говорили, высшему командному составу, это из Совета Федерации, это из Госдумы, это были губернаторы, министры и так далее. То есть это вот такая диагностика серьезная, можете посмотреть, РАМХИКС, это была сначала лаборатория Юрия Викторовича Синягина, сейчас это факультет, и очень серьезное исследование проводит диагностическая именно управленца. И вот мы тогда тоже там познакомились с фондом, который называется Рыбаков фонд, и они делали очень серьезную работу, у них есть публикации и разработки по менторству. То есть все, что касается сопровождения в профессии, это очень, особенно сейчас, востребовано. И это не важно, молодой специалист или уже такой опытный, потому что мы с вами говорили о не просто после дипломного образования, а образовании в течение всей жизни. Хорошо, определились с наставником. Дальше мы с вами говорим о различных видах деятельности. Если вы что-то умеете хорошо делать, сейчас опять-таки необязательность привязка к профессии, а вы еще пробуете вот сейчас на то, что вы раньше хотели, как мы говорим, незакрытый гешталь. Вы пробовали или не пробовали? Вот у меня, например, незакрытый давно, начиная с юности, это быть пилотом самолета. Я из военной семьи, у меня есть в семье летчики, прежде всего папа, я бы там прыгала с парашюта, но я не летаю. До сих пор как я не летаю, хотя поступала в военное училище, но в общем папа не позволил. И получается, что вот проба, вид в деятельности, зачем это? Адреналин? Или это что-то себе доказывать? Или ты отрабатываешь какую-то черту характера себе? Может быть, нужно сейчас, особенно в ситуации ковида, попробовать, не знаю, на пианино играть, на скрипке, или завести какого-то себе питомца, например, собаку и прочее. То есть это те пробы какой-то деятельности, которая, ну, например, не освоена. Если мы говорим четко о профессии, то нужно понять, что вы умеете и какие ваши точки роста. Об этом я скажу еще чуть позже. И надо постоянно пробовать. Если этих проб нет, тогда ваше развитие будет точно серьезно ограничено только той зоной, которую вы уже освоили, и, в общем-то, вы из нее не выходите. Также следующий блок это референтная группа, так называется, в психологии или профессиональное сообщество. Тоже вспоминаете, пришли в студенческую группу или пришли на работу, ищите тех, кто с вами похож. Ну, если не по ценностям, ну, нормально с вами общаются, отзываются на просьбы, потом вы хотите присоединиться к этой группе, она для вас референтна, она имеет определенные социальные нормы, какие-то законы транслирует, границы и их не присоединяет. Но уточняя, что это профессиональное сообщество, тоже задайте себе простой вопрос. Оно у вас есть? Я сейчас не говорю о сообществе, которое у вас в соседнем кабинете сидит. Или вот я вижу Ирина Соловьева сидит на прекрасном фоне, да, просто ручкой помошел прекрасный фон, там еще коллега себе, да, вот, и рядом еще кто-то находится, наверняка вы можете сказать, что это ваше профессиональное сообщество, но это ваши коллеги, они могут составлять профессиональное сообщество или не могут. А вот пошире, а вот в городе, а вот в регионе, а вот сейчас я вхожу в ваше профессиональное сообщество, а еще кто со мной вместе? Мои коллеги по вузам, мои коллеги по Росмолодежи, мои коллеги по грантовому конкурсу, представляете, в моем лице, когда я это перечисляю, а не для того, чтобы там корону себе одеть, а именно для того, чтобы вы понимали, какие еще у вас возникают дополнительные ресурсы. И когда мы с вами, вот я не случайно говорю о интеллектуальной капитализации, мое научное начало, оно будет постоянно, доминировать и присутствовать, опишите эти формы. Вот у нас сегодня с вами конференция, а еще на каких конференциях вы будете рассказывать о своем опыте? А может быть вы опишите опыт своей конференции, как вы собираете людей под именно вопрос реализации муниципальной молодежной политики конкретно в субъекте, и дальше это транслирует. И тогда вы расширяете свое профессиональное сообщество, возможно, вы его будете дополнительно еще и создавать. Почему? Потому что, уверяю вас, что вы увидите, как другие люди работают, и вы скажете, ничего себе! Или наоборот скажете, о, а так я работаю уже лет 10, это я уже давно знаю. Поэтому обратите внимание на вот этот вот компонент, если у вас это профессиональное сообщество. Дальше то, о чем мы уже с вами немножко сказали, это работа над личным имиджем, создание бренда и репутации. Какая у вас репутация, друзья? Среди ваших коллег, если мы будем дальше смотреть на город, на Новосибирскую область, какая это репутация? Заморачиваетесь ли вы, опять используя сленг, над созданием своего бренда? И вообще, есть ли у вас отражение там в соцсетях своей собственной позиции в рамках молодежной политики? Вот сейчас закон приняли в первом чтении. Если вы посмотрите в телеграм-канале молодежь, канал «Молодежь России» и чат-канала, там прямо идет полемика между учеными, которые представляют государственную молодежную политику, и, например, людьми, которые возглавляют молодежные общественные организации. И вот конкретно, например, там полемика с Павлом Красноруцким, вот что он так считает, а ученый считает иначе. И прямо идет вот чуть ли, знаете, такая вот серьезная, жесткая полемика. Почему? Потому что действительно по отношению к закону разные позиции, по отношению к формулировкам, к возрасту и прочее. То есть, по сути дела, вот даже когда вы публично выступаете, уже создается ваш имидж, а кто вы, собственно. Привожу пример. Такой проект «Ты предприниматель» и в Кургане был, ну, не знаю, мне кажется, лет пять назад, был выездной большой такой обучающий блок, и от Росмолодежи я проводила вот эти занятия в рамках предпринимательства, молодые ребята, предприниматели. У меня был прямо вот блок у личного бренда. И вы сделаете такое упражнение. Оно на самом деле очень такое любопытное. Возьмите друг друга ссылки на ваши странички, где вы представлены. В Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграме, не знаю. Ну, ВКонтакте надо быть, там определенная, да, возрастная группа молодежная представлена, тоже можете посмотреть, что у меня, например, там, посмотрите, что в Инстаграме. И получаю, вот выложу теперь о нашей конференции, обязательно, да, сделаю пост. Мне тогда, Олег, пришлите, пожалуйста, хэштеги, чтобы это тоже было, ну, скажем так, ассоциировали уже, да, и меня тоже с вашей конференцией, теперь уже с нашей конференцией. И вот было такое упражнение. Ребята не знали друг друга, это был первый день работы, и мы обменялись ссылками на страничку, и они должны были проанализировать, то есть как ты себя позиционируешь в сети. И так как тоже времени все-таки было немного, хотя мы три дня работали, я спросила, а кто подставится, это тоже наш сленг, кто подставится, кого мы сейчас проанализируем. Вошел парень, такой приятный от внешности, я бы сказала, модельный, еще одетый, и, в общем, явно он так с собой любовался. И говорит, да, пожалуйста. После того, как проанализировали его страница, он позиционировал себя как начинающий предприниматель, специализирующийся в области перевозок. И вот это же молодые ребята, предприниматели, это же наши с вами целевые люди. И его же колени, можно сказать, начали его бомбить. Первое было сказано, что он бомбник, что на семью он не ориентирован, но он так еще хмыкнул, а когда стали говорить о том, что он плохо относится конкретно к ЛДПР, что он просто эту партию не выносит, он просто подскочил, при чем здесь это, я вообще вне политики. Дальше стали говорить о том, что он достаточно жестокий и понеслось. Никто не сказал про то, какой деятельностью предпринимательства он занимается. И потом, когда открыли его аккаунт и стали смотреть, что увидели? Фотографии достаточно скабрезные, что там фотосессия с девушками. Бульгарно, некрасиво, но вот с девушками. Ничего там о семье или еще что, на детей ориентированное, ничего нет. Дальше большой баннер со смешной фамилией, написано большими буквами ЛДПР, и он издевается над этой фамилией и говорит, ну, конечно, куда в политику с такой фамилией, но написано ЛДПР. И люди делают вывод, что он плохо относится к этой банке. Дальше, соответственно, они занимаются там фейнболом и какие-то, ну, знаете, искусственная кровь, бутапорские кишки и так далее. Но ему и говорят, вот, ну, что это? Я не успела доехать до гостиницы. Он мне пишет, Светлана Юрьевна, посмотрите, пожалуйста, я тут переделал. Можно ли сейчас судить, что я молодой начинающий предприниматель и так далее? Да, он сделал фотосессию, это уже, конечно, позже было, с девчонками, красивая, стильная. Да, он показал, что он там занимается спортом, каким и так далее. Это иначе была преподнесена информация, и мы очень часто с ним сейчас, ну, как, я скажу так, системно, но нечасто списываемся. Он говорит, пожалуйста, цените мою страничку, вот я сейчас вот так развиваюсь и так далее. И, конечно, если мы с вами не позиционируем себя как специалист в сфере работы с молодежью, то тогда и, например, оставив какую-то должностную позицию, мы с вами фактически никак не будем ассоциироваться с нашей деятельностью. Поэтому должность должностью, но личный бренд, сначала личный имидж, который может перейти в бренд, это дорогого стоит. Я вам очень рекомендую на это обратить внимание. И, наконец, опять-таки говоря про компетенции, посмотрите следующий блок «Личностный рост», определение компетенции и их развития, кто это должен сделать. Я считаю, что когда мы говорим о точках роста, я не люблю слово «проблема», что у меня есть проблема. И я обретила внимание, что очень часто мои студенты потом тоже начинают говорить, что моя точка роста, и дальше они обвлечивают, что это такое. Так вот, посмотрите, в чем должен состояться ваш личностный рост. Тоже есть огромное количество упражнений, у меня есть такие тренинги, когда мы делаем следующее. Например, вы говорите вот по поводу личностного роста, что вы вот так себя представляете, что у вас вот такие есть сильные черты. Написали на листочке и отложили. А потом попросите людей, которые вас поддерживают и являются вашими приятелями, товарищами, друзьями, и те, которые, как вы думаете, относятся к вам недостаточно лояльны. Пусть напишут о вас ваши сильные стороны и слабые. Потом это просто садишься и анализируешь, почему в глазах других вы выглядите так, а не так, как, например, вы считаете нужным. Ну и, конечно, обязательно должно быть в вашем таком календаре рабочем определенные курсы повышения квалификации, только реальные, да, а не там, где мы просто бумажки получаем. Дальше это обязательно нужно, чтобы у вас были определенные, скажем, стремления в получении дополнительных смежных специальностей, ну и так далее. Не понимаю, кто тут у нас рисует на слайде, но надеюсь, что все равно видно. Итак, продолжаю. Что, я сейчас заканчиваю последний слайд? Много вопросов. Да. Так вот, полезная литература, о которой я вам хочу сказать, это «Государство молодежной политики в России. Социально-психологические основания технологии реализации». Книгу, которую мы будем в этом году переиздавать, но уже, наверное, в следующем. было очень много таких, знаете, презентаций, презентаций с авторами, 11 авторов, это все мои друзья и коллеги, и вот, собственно, у нас получилась такая мощная моноградка. Не могу не сказать, что когда мы сделали эту рукопись, я была на форуме во Владивостоке, который называется «Восток», и просто своим коллегам, экспертам сказала, когда мы делимся у кого какие новости, сказала о том, что вот у нас есть такая рукопись. Ну, и ищем, где мы будем это издавать, никакие деньги. И Костя Николенко из Магнитогорска, он мне сказал, что Светлана Юрьевна, да, я проспонсирую. И это у нас получился действительно очень серьезный социальный проект, потому что книги эти мы не продавали, мы на конференциях, на форумах дарили тем, кто действительно в ней нуждается. И вот, пользуясь случаем, еще раз Косте выражаю нашу благодарность. И сейчас Институт молодежной политики заинтересован переиздать нашу монографию, но вот на сайте здесь ссылка есть, Московского государственного психолого-педагогического университета, в библиотеке размещена наша монография. Технологии работы с молодежью. На фотографиях вы видите моих студентов, студентов моей кафедры, и это как раз-таки был 15-й год, когда уже завершило существование университета имени Шолохова, и нас присоединили к МПГУ. И эта книга целиком и полностью посвящена студентам, но она абсолютно научная, вы можете посмотреть, какие технологии там представлены. И еще одна фотография, это 9-я Всероссийская научно-практическая конференция. В мае 2021 года будет конференция, мы сейчас готовим информационное письмо, будет совершенно огромная, очень такая статусная, надеюсь, что и Ленинский у нас будет, вы знаете, что основатель молодежи, направление молодежной политики в научном мире. И, конечно, это выпуск сборника, где можно и научную статью представить, и описать вашу практику. Я вас приглашаю, обязательно потом пришлю вам необходимую информацию. Ну и, как всегда, завершая презентацию, я делаю слайд со своими контактами, как я и с кем себя ассоциирую, вы видите МГППУ, факультет социальной коммуникации, вы видите Росмолодежь, потому что являюсь экспертом Всероссийского конкурса молодежных проектов, консультант высшей школы государственного управления РАНХИК, и, конечно, то, что я люблю и делаю, это тренер и коуч. Спасибо вам большое за внимание. Я вижу, что время у нас осталось на вопросы, но, Олег, как заказывали полтора часа, вот, собственно. Спасибо огромное. Очень интересный материал, очень интересные и созвучные нам вещи, которые вы озвучили в своей лекции. Во-первых, это личные бренды специалистов учреждений. В каждом учреждении у нас сейчас подключены все 22 лица и структурные произведения лекций. И сейчас я больше чем уверен, что специалисты, которые услышали, так или иначе соотносят то, что услышали, с той программой развития, которая в действиях и теми блоками подготовки кадров, которые реализуют в данный момент. Ну, я, по своей позиции, уже с научной, тоже много для себя очень интересного увидел. И готовка научная, у нас и Комитет по делам молодежи, мэрии, город Морисовский подключен, сейчас председатель комитета. И у нас с лучшей классом. И Антония Юрьевна, руководитель отдела своих проектов, сами просто, например, простите, я же не смогу ничего ошибаться. А сейчас есть несколько вопросов. Коллеги, у кого есть вопросы, пожалуйста, в чат. И поступил вопрос от центра ВИДА. Куда уходят специалисты работать после ВИЗа? Идут ли такой мое условие? И вообще, может, вижу такие исследования. Куда наши специалисты, которые должны работать в молодежи, уходят? Очень такой звук, я слышу, сейчас я буду повторять, правильно ли я поняла вопрос. Хорошо, Алик? Значит, ну, прежде всего, спасибо вам за внимание и за именно внимательное отношение к тому материалу, который я вам представила. Каждый раз, когда выступаешь, я могу вам сказать, и тоже ребятам своим говорю, что надо обязательно делать профессионально и все-таки фокус держать на ту аудиторию, которая у нас есть. И могу сказать следующее, что вы, наверное, самая благодарная аудитория, потому что это соединение практики и соединение действительно определенных знаний. Поэтому и вопрос, наверное, такой возник. Да, куда уходят ребята и насколько они адаптированы в профессии? Давайте я сначала скажу, исходя из своего опыта. Начиная, например, с 2011 года, когда мы запускали для нас первые магистрские программы и потом магистратура существовала в МПГУ на технологии работы с молодежью. Сейчас я вам рассказываю о Московском государственном психолого-педагогическом университете, где есть и бакалавриат, и магистратура. И, конечно, могу сказать, что по моей практике есть, конечно, наборы, когда ребята поступали на УРМ, знаете-ка, потому что они не поступили в другие места. Знаете, да, это тот самый случайный компонент, который и определяет дальнейшую иногда жизнь человека. И в данном случае у меня были такие курсы, когда ребята говорили, как здорово, что мы сюда поступили. То есть, прежде всего, нужно вести очень серьезную профориентационную работу, потому что, наоборот, ребята социально активные, особенно в школе, вот РДШ, например, и куда потом идти, они не знают. То есть, уже у меня были тоже вебинары с РДШ, меня как раз-таки моя медистранка, выпускница, которая работает в РДШ, пригласила туда, и мы с ребятами говорили, как активному школьнику стать успешным взрослым. Вот такая тема их интересовала. Поэтому ребята уходят, конечно, у меня, например, со второго курса очень многие были ориентированы на Росмолодежь. Я организовывала, опять-таки, не могу сказать вам, что это прям везде так делают, нет, это мои собственные контакты, когда я договаривалась, мы заключали договор, чтобы мои студенты шли в Росмолодежь на практику. И с гордостью говорю, что, например, грантовый отдел Нина Орлова, Даша Веселова, Оксана Никифорова, Мадина Буева сейчас на грантовый отдел Росмолодежи возглавляет, это мои магистранты. То есть, они идут во властные структуры, они идут как управленцы. Бывает наоборот, что они приходят с Росмолода, например, вот перечисленные девчонки, и именно получают специальное образование. С точки зрения бакалавриата, очень многие ребята потом идут, но во всяком случае у меня есть такая статистика, в школы, и они работают именно специалистами в сфере работы с молодежью. Есть те, которые идут, знаете, как одни ребята, выпускники у меня сказали, если ты ОРМщик, ты можешь организовать все. То есть, это и РВМ-компания, это и, например, такие платформы тоже очень многие работают. Россия, страна возможностей, мастерская управления, Сениш. Понятно, что если они выпустились, это какие-то пока скромные позиции, но вы понимаете, что это очень-очень хороший статк. И также есть ребята, которые идут в общественные организации или наоборот приходят из общественных организаций получать это образование. Статистики такой по стране у меня нет, к сожалению, но вот сейчас мы думаем, нужно подобное исследование провести. И вот видите, ваш вопрос тоже в этом смысле нам помогает сделать попрос на то, что нас с вами может интересовать. Вопрос от центра зодиака. Да, спасибо зодиаку. Но еще я могу сказать, что у меня мама с папой из Барнаула. И для меня вообще Барнаул и Новосибирск это города детства, куда меня возили показывать зиму. А мы служили в Азербайджане, поэтому понимаете, да, лето где ты проводишь, а зиму в валенки тебя засуну, ты вперед. Поэтому привет Новосибирску, привет вот самый-самый теплый, потому что действительно это, мне кажется, особенный край. И я очень рада, что сегодня с вами. Еще вопросы? Коллеги, есть еще вопросы с Светлане Юрьевне? Смелее, не бойтесь, либо в чат, либо лично подключайте звук, всем разрешено подключение звука. Пожалуйста. Есть вопросы? Тогда у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, готовы вы описывать свои практики? Вот у нас есть с Еленой Викторовной Пониной книга, которая называется «Case Study» образовательной технологии. В 2015 году мы сделали для студентов и выпустили прямо на свои деньги. Потом эту книгу заметило издательство «Юрайт». Вы знаете, наверное, это издательство, которое специализируется на выпуске учебников. И они нам предложили переиздать. Но при этом прислали нам уже какой-то документ, который подтверждает, что наша книга заняла на международном конкурсе второе место. Ну, мы удивились, почему не первое. Ну, хорошо, пусть второе. И, короче, нам предложили переиздать. И вот в издательстве «Юрайт» за 2017 год эта книга вышла. И вы можете посмотреть, как работать кейсами. Но мы идем дальше и хотим, опять-таки, Институт молодежной политики предложил переиздать книгу, но кейсы сделать не просто образовательные, а с фокусом на молодежную политику. Поэтому, если вы свои практики будете описывать, это могут быть там два листочка, то я буду знать, что могу использовать это для нашей книги. И тогда, естественно, за подписью, что это ваше авторство, туда вставлять. Подумайте. Потому что мне очень хочется, чтобы с Новосибирска, тем более в рамках нашей конференции, были такие практики описаны. Так что я вас приглашаю. Спасибо большое, Светлана Юрьевна. Мы обязательно, я надеюсь, коллеги услышали из центров, и я думаю, что вы, как выучили в этом направлении. Спасибо вам огромное за подключение. Если вопросов нет, всего доброго и встречаемся завтра. Спасибо, Светлана Юрьевна, еще раз. Спасибо большое, здоровья, и я вам желаю, чтобы, конечно, все, что вы делали, это прямо сейчас тос за нас, за всех, все, что мы с вами делали, делали с удовольствием. Особенно для молодежи и вместе с молодежью. Всего доброго, до свидания. Спасибо.